Франтишек 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 Пышные деревья сливались Зелеными облаками На фоне белого неба Полный тайного волнения Франтишек говорил себе вчера Завтра в это время Все уже будет в порядке Все, все уже останется Позади Вот и осталось Вырезали у него правую почку Прошла операция Которой он боялся Как и каждый человек Хотя и не подавал виду Он нажал звонок Приколотый к подушке Свою единственную связь с жизнью Она вошла Быстро приблизилась к кровати Он откашлялся Перевел дыхание Сестра стояла рядом с ним Как будто стараясь дышать за него Она выглядела так женственно В своем белом переднике Обтягивающим высокую грудь И узкие крепкие бедра Я несколько раз заходила к вам Вы так сладко спали Подержитесь за перекладину Я взобью вам подушки Не бойтесь Не бойтесь Ничего с вами не случится Ну Ну вот и все Теперь вам удобно лежать? Мне стыдно Что я доставил вам столько труда Да ведь вы легкая как перышко А мы привыкли не к такому весу Как вас зовут Сестра Алина Теперь измеряйте температуру А потом я приду вас умыть После долгого ожидания Полуоткрыли широкие двери в коридор И в комнату вошла Не Алина А маленькая коренастая сестра Широкой улыбкой на полном лице Она пододвинула кровать умывальник На подставке И намыленной губкой Принялась усердно умывать франтишек Такую замену Он воспринял как предательство В то время как Другие пациенты завтракали Франтишеку для подкрепления Вводили глюкозу Одна за другой густые капли Стекали по резиновой трубке Со стеклянным окошечком В пустотелую иглу И через нее В вену Это не должно было происходить быстро Чтобы не утомлять сердце Но иногда Капля задерживалась На своем пути За стеклом окошко ничего не появлялось Связь нарушалась Приходила звать сестру Чтобы она привела все в порядок Когда же на этот раз пришла Алина Чтобы освободить зажим в аппарате Ей было достаточно скользнуть своим чудочку Косящим взглядом по измученному лицу Франтишека Чтобы понять его состояние Быстро сегодня капает Быстро сегодня капает Правда? Через минуту все кончится Скоро вас уже оставят в покое со всем этим А завтра доктор разрешил дать вам кашу, знаете? Франтишек Франтишек, не думая ни о чем Улыбался ей Как будто его похвалили Конечно, первый каш Это большое наслаждение Но и напряжение И на следующий день Еще ложечку Доешьте все хорошенько Чтобы выглядеть здоровым завтра Когда к вам придут гости Ко мне никто не придет Я разведен А родители живут в деревне Разве что кто-нибудь из редакции Да им некогда На завтра В день посещений Алина в мертвый час Проскользнула в двенадцатую палату К Франтишеку Думая, что он спит Она поставила ему на столик Стакан с букетиком фиалок Алина двигалась бесшумно Но Франтишек сейчас же проснулся Он всегда чувствовал Когда входит Алина Это вам посылает наш садовник Какой он добрый этот ваш садовник Передайте ему Потому что он доставил мне Большую радость Когда же в пять часов Алина принесла Франтишеку Термометр и лекарство Он неожиданно спросил ее Алина А вы любите читать, правда? Очень люблю А как вы догадались? Так это видно У вас, по-моему, развито воображение Вы умеете проникать в душу человека Да ведь это подсказывает чувства Не каждому Алина Вам, наверное, очень нравится ваша профессия Не так ли? Надо же где-то работать Алину нельзя было назвать красивой Большой рот Полные губы были немного грубоваты А нос Алины с дернутым кончиком В профиль это был, прямо скажем, неудачный нос Но Франтишек не мог оторвать от нее глаз Она оказалась ему прекрасной Осторожно задавая вопросы с незнакомой ему прежде робостью Франтишек выпытывал не у Алины А у других сестер о смене дежурств Он разузнал о восьмичасовых О двенадцати и двадцати четырехчасовых дежурствах И если Алина исчезала Умел приблизительно высчитать Когда она снова появится Но случалось, что смены нарушались Вы дежурите уже вторую ночь И днем тоже были здесь Мы-то, конечно, только рады Но ведь вы, наверное, утомлены Они должны были бы давать вам больше отдыха Что вы! Это мы сами со Славенкой Нарошин так договорились Зато потом у нас больше свободных дней Тогда уж и для дома время найдется Но ведь вы не замужем Ну, конечно У меня даже парня своего нет Вот стыд Правда? А мне уже почти двадцать Вот ярче Так она в восемнадцать вышла замуж Ничего не поделаешь Я некрасивая Неужели вы серьезно так думаете о себе? Алина, да если бы я Ну, 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 вы что-то разговорились Лучше помолчите А то снотворное перестанет действовать И не уснете Не беспокойтесь Я не буду вам звонить часто Да ведь я же не об этом Не об этом Ночью Франтишеку спалось Особенно легко Ранним утром Его разбудило щебетание птиц Он проснулся С ощущением, что вчера случилось Что-то хорошее Ему сняли швы После этого оперированному больному Всегда становится лучше Но не в этом дело Вчерашний день Очень сблизил его с Алиной Но вот что произошло сегодня В двенадцатую палату Вошла покачиваясь Кругленькая Славенко Она остановилась посередине Сделав нарочито шутливый реверанс Как перед выступлением С декламацией на школьной эстраде Здрасте А я принесла новость Какую? В награду за то, что ты так хорошо поправляешься К тебе поместят соседа Скучать не будешь Вацлав Бочек Машинист Полнокровный сорокалетний мужчина Сразу же на другой день после операции Был голоден, как волк Он изощрялся в юморе Рассуждая о чайном рае Которому его принуждали И который казался ему Недостойным настоящего мужчины Вот бы кусочек грудинки Да с хреном Или паприки А то свининки С капустой Как наша мать умела приготовить И запить все это Холодным пильзинским пивом Вот это я понимаю Ближе всего он подружился с веселой Славинкой Отвечая остротами на ее остроты Но все же Не настолько уж он был простачком Чтобы не заметить, как молодая и привлекательна Алина Не задумываясь особо над своими словами Он громко разбирал перед Франтишеком ее прелести Не кричи Она может услышать Ну так что Я же хвалю ее Ты воображаешь, что медицинская сестра Живет, как восковая дева Мария под колпаком Она-то уж наслушается всяких вещей от медиков Но незачем ей от нас слышать Да ну тебя, мямля Ты так ничего не добьешься от женщины Ну позволь Разве я здесь, чтобы... А что касается меня Так я всегда охотнее зажму молоденькую куропаточку Чем какую-нибудь костлявую святую великомученицу А что бы на это сказала твоя жена? Да брось ты, сухарь Уже пошутить человеку нельзя Франтишека все больше и больше раздражала Когда он видел Алину у постели бочика Попробуйте подтянуться сами, бочик Ведь после операции уже прошло пять дней Вы преспокойно можете сделать это сами Надо немного двигаться, а то наживете тромбоз И доктор Вацикова вам то же самое говорила Ну беритесь, беритесь обеими руками за перекладину К черту перекладину Алина Ты не видишь, что ничего не получается Тогда она наклонилась к бочику А он повис обеими руками у нее на шее И не станем отрицать Прижался к ней Обнимал ее так, что она с трудом его посадила Франтишек едва сдерживал бешенство Он видел профиль лица Алины, залитого румянцем Она усадила бочка, выпрямилась Не сказав ни слова, быстро вышла из комнаты Прошел день, другой Сменялись сестры Но Алина в двенадцатой палате не показывалась Дни потеряли свою прелесть Франтишека не радовало выздоровление Хотя ему разрешили уже прогуливаться по коридору В один из вечеров В коридор со смехом выбежала девушка с непокрытой головой Франтишек не узнал Алину без щипца Черные кудри велись до самых плеч И выглядела она поэтому немного ниже ростом Хотя и гораздо красивее А вы отлично выглядите и шествуете Так важно Ну что же мне остается делать, если вы меня покинули Алина, что я вам сделал? Ничего И больше не будем об этом говорить А вы уже очень хорошо ходите Так скоро и совсем убежите от нас Не думайте, что я рвусь домой Я в отчаянии от этого Стоит мне представить мою пустую комнату Радуйтесь, что пустая Вот мы втроем живем в комнатушке Ну, так пошли, Аленька, в кино Пошли, а? У нас уже билеты куплены Вот нельзя же, чтобы они пропали А вы не взяли бы меня с собой в другой раз? О, с удовольствием Накинемся на тебя, как две львицы А знаете, пойдемте как-нибудь днем в киношку Тогда тебе скорее разрешат выйти Нет, нет, нет Пока вы здесь, пожалуйста, не надо Эти несколько слов Торопливо сказанные с глазу на глаз Сблизили их больше, чем за все те дни Которые они знали друг друга Которые они знали друг друга Прошло какое-то время И вот однажды В три часа дня под часами у золотого ангела Встретились двое молодых людей Девушка в тщательно разглаженном летнем платье С большой шалью на руке И немного осумывшийся молодой мужчина Трудно сказать, кто из них больше сиял Когда, здороваясь, они пожимали друг другу руки Франтишек или Алина? Они выехали за Кошержем Трамвайная линия ворвалась в светлый простор полей Алина привезла Франтишека В край таинственный и прелестный Какого он до сих пор и в глаза не видел Живя в Праге Алина ступала впереди по тропинке загоревшими ногами В сандалиях на босу ногу А Франтишеку казалось, что это она создала для него волшебный пейзаж Это она светила его Без Алины ничего бы и не было Она дошла до опушки леса С блестящими кое-где березками И растянула на земле свою большую шаль Оглянулась на Франтишека И дотронулась до ткани возле себя Места хватит обоим Франтишек сел рядом Ему хотелось обнять ее Он видел ее так близко Вместо этого беспокойными пальцами Он скручивал и раскручивал кончик шали Какая красивая шаль Никогда не видел такой шали И ничего в ней нет особенного Правда, в детстве она нам страшно нравилась По воскресеньям мама всегда должна была ее показывать нам, ребят Бедняжка У нее было три дочки и только одна шаль И мы вечно ссорились из-за нее Так маме пришлось распределить между нами полосы По разным цветам А мне досталось малиновое В жизни не встречал такой милой девушки Жаль, Аленка, как жаль Если бы я был здоровый человек Да ведь вы же здоровый Я не знаю, ну что это вам в голову пришло? Вас из больницы бы не выпустили Уж за это-то я ручаюсь Не надо утешать меня Я не ребенок Пока операция помогла Но надолго ли? Как начнет капризничать вторая? Не начнет Зачем бы ей начинать? Разве вам не говорила доктор Вацикова Ничего нет хуже Когда человек ничего не понимает А строит разные предположения Смотри, какая важная Потому что это правда И придет же вдруг в голову такая глупость Ведь я же слышала, как о вас говорили врачи Они себе платком рот не затыкают Когда пациент не слышит их А что они говорили? Что это был серьезный случай Но операция прошла удачно Будете хоть чуточку осторожно себя вести И совсем выздоровеете Франтишек жадно ловил каждое слово От всей души ему хотелось верить Алине Тем более, что она повторяла ему то же, что говорили врачи Я очень люблю тебя, Алина Я не представляю даже жизнь без тебя Скажи, ты бы решилась выйти замуж за больного человека? Не решилась бы Но за вас дело другое Во-первых, вы здоровы А во-вторых, это вы Франтишек привлек себя Алину И начал целовать Они сидели на опушке леса Как будто плыли вместе На лодке над зелено-голубым дном И с беззаботностью влюбленных договорившихся обо всем Гнали перед собой серенькие тучки тех времен Когда еще не знали друг друга А жизнь так прекрасна Я это понял только тогда, когда чуть было не умер Прости, Алина Возможно, это звучит слишком торжественно Но ты была для меня олицетворением жизни Не говори так Ведь я самая обыкновенная девушка Нет, нет, наоборот Ты такая особенная Ты даже не понимаешь, какая ты Я так горжусь тобой Ты похож На принца Алина Да я вижу, ты реакционерка А не пора ли нам вернуться домой? Мне немного холодно А мне совсем нет Нет Ух, как я продрогла Незаметно, чтобы тебе было холодно Знаешь, а мне казалось, что ты очень закаленная, крепкая Ну вот, ты уже начинаешь разочаровываться во мне Да я Ты с ума сошла, Аленька, навязать себе на шею больного мужа. Да ведь так тебе в тысячу раз лучше. Аленька, или ты делаешь это из-за отдельной квартиры? Что ты? А я понимаю, Аленьку, как прекрасно принести себя в жертву несчастному человеку. Какая ещё жертва? Я люблю его. Аленька, а ты знаешь, что сказал главный врач? Он обречён. Ведь случаются же чудеса, а я верю в них. Конечно, мне всю мудрость познали доктора. Ну, поступай, как знаешь, Аленька. Я хочу тебе добра. Они сидели в доме, вдвоём на скамеечке в лесу. И Алина читала его очерк о Карловых варах. Она очень гордилась всем тем, что писал Франтишек, и осыпала его детскими похвалами, от которых он краснел и смеялся. Алина подбадривала его. Пусть, пусть краснеет он всё равно бледен, пусть подсмеивается над ней, а всё же её похвалы радуют его. Ведь они были так искренны по сравнению с невинными хитростями, которыми Алина окружала больного. Вот ей всегда первой становилось холодно, из опасений, как бы он ни простудился. Она всегда уставала раньше него. Как было приятно пойти вечером потанцевать в сопровождении внимательного мужа, но куда-то. Она ведь не умеет танцевать, танцы нагоняют на неё скуку. Ей гораздо приятнее сидеть, прижавшись к Франтишеку в полутьме кинозала и вместе с ним переживать судьбу героев. У Франтишека не должно было возникнуть подозрения, что Алина ради него от чего-нибудь отказывается. Они собирали деньги на покупку телевизора для зимних вечеров и строили вместе планы на будущее. Верил ли в них Франтишек? А может быть, он только притворялся, чтобы не омрачать радость Алине, не мешать её старательной игре? Карловы вары с исключительной находчивостью строителей, втиснутые в узкую долину теплой, восхищали Франтишека. Белизна курортных зданий среди чистой зелени парков даже во время дождя вносила свет в сумрачные хвойные леса, покрывавшие горы. Из павильона без крыши, высоко, подобно распустившемуся лотосу, била струя гейзера. Энергии земли и любовь жены наполняли Франтишека ликованием. В присутствии Алина не оставалось времени для чёрных мыслей. Оба они пребывали в радужном настроении. Он был счастлив. Он не думал о болезни и чувствовал себя здоровым. После двухнедельного отпуска Алина пошла на работу. Теперь Франтишек отправлялся на короткие прогулки по курортным дорожкам один. И вода перестала петь песни. На забрызганной колоннаде раздавался плеск, похожий на нудную болтовню надоевших курортных гостей. Ему казалось, что скалистые склоны двигались друг к другу навстречу через узкую теплу, как будто хотели срастись и завалить Франтишека. Без Алины жизнь останавливалась. При перемене места больным обычно делается лучше, как будто они убегают от своей болезни. И Франтишеку после вечно мокрых Карловых вар вначале понравилась больше Прага, куда он вскоре переехал. Зашторенные окна в доме напротив сверкали днем, как непроницаемый черный лак. Вечерами окна загорались, превращаясь в маленькие театральные сцены. Вот мальчик со склоненной головой что-то чертит под настольной оранжевой лампой. А вот мужчина пришел с работы, повесил пальто и шарф, восвещенный передней, подошел к стене и вернулся с раскрытой книгой в руке. Франтишек наблюдал за жизнью этих людей, брал в руки карандаш и начинал сочинять о них истории. После Нового года он обязательно вернется в редакцию. Но пока связь между ним и остальным миром все же поддерживала Алина. Молодая женщина прибегала, раскрасневшаяся и обеспокоенная. Как чувствует себя Франтишек, как действует пенициллин, который она вспрыскивала ему по предписанию врачей. Ее одежда пахла свежим воздухом, ее молодой голос звучал светло, как будто весна врывалась в осеннюю комнату. Продолжая говорить, она вынимала покупки, она приносила Франтишеку маленькие подарки, фрукты, букетик цветов, журнал, который она знала, интересует мужа. Алина стряпала ему на электрической плитке ароматное кушанье, и комната, убранная ею, сверкала чистотой. Пока Франтишек мог хоть минутами писать, пока в нем жила надежда, что хотя бы черепашьими шагами он все-таки допишет один из своих рассказов о здоровых людях, которые должны были прославить обыкновенную жизнь, болезнь была еще выносима. Но иногда отчаяние овладевало Франтишеком. Наконец-то ты явилась. Где ты пропадала до сих пор? Дежурство у тебя было до часу. Ведь ты же знаешь Славинку. Прилетела с опозданием, а я должна была ждать, пока она меня сменит. А потом я ходила за покупками. Ведь не оставлю же я тебя голодным, Франтишек. Об этом ты могла не беспокоиться. Я и смотреть не могу на еду. И вообще, когда жена называет столько причин, объясняя свое отсутствие, о настоящей она умалчивается. Франтишек, ну уж это переходит все границы. Ты такая красивая молодая женщина, полная здоровья, сила я. Франтишек, ну зачем ты так? Вспомни. Ведь мы покляли, что никогда не обменяемся ни одним грубым словом. И вдруг не сердись на меня, что я не сдержалась. Я готова сидеть с тобой с утра до вечера. Неправда. Тебе это страшно надоело бы. Ошибаешься. Но ведь я же должна ходить на работу, Франтишек. Он уснул. А Алина, глубоко печаленная, тихо возилась в комнате. Это была печаль о чем-то драгоценном, хрупком, что выскальзывало у нее из рук. Она бросила тряпку, села на стул посредине неубранной комнаты, сгорбилась. Алина, почему ты плачешь? Наверное, скоро конец, да? Ну что ты, дорогой, что ты? Меня только мучает, когда тебе тяжело. Мне кажется, в такие минуты, что я совсем тебе не нужна. Любимая моя, ну как же ты мне не нужна? Да я ведь всегда жду тебя, как великой милости. Что бы я делал без тебя? Когда ты сможешь писать, все опять будет хорошо. Не будет, моя золотая, не будет. Ну что за глупости ты говоришь? Ты опять будешь здоровым. Оба не знали, что это неправда. Но человеком руководит не только разум. И Франтишек нуждался в том, чтобы Алина повторяла ему свои утешения. Он опровергал их, насмехался над ними, но жить без них не мог. Во время очередного осмотра в больнице Франтишеку сказали, что его оставляют здесь на несколько дней под наблюдением. Напрасно Алина опасалась, что на Франтишека подействует удручающее возвращение в больницу. Наоборот, в последнее время ему было так тоскливо, когда Алина уходила на работу, а она трепетала от страха вдали от Франтишека. Теперь все стало на свое место. Здесь тебе опять поставят на ноги. Помнишь, как ты прекрасно поправился, когда вышел отсюда весной? Алина, важно не то, сколько времени два человека были вместе. Важно то, что они вместе пережили. Правда? Я только... Я пойду спрячу твой костюм. Сейчас вернусь. Теперь она целый месяц дежурила в терапевтическом отделении. На этот раз Франтишек видел из окна своей палаты деревья, желтые, красные, в лучах медового солнца. Они выделялись на фоне синего неба. Ни одна веточка не шевелилась, ни одна пушинка не пролетала. Незаметно, без всякой внешней причины, каждую минуту от ветвей отделялся лист, медленно кружился в солнечном воздухе и легко падал на траву. Так мало, так мало друг другу мы дали, ах, хоть бы листья не опадали. Читал об этом где-нибудь Франтишек или сам выдумал, он не знал. На этот раз он спал весь день. Изредка его спокойствие нарушали врачи и сестры. Появлялась среди них и Алина. Он проснулся в темноте. Низкая лампа слабо освещала столик и постель. Снаружи, в коридоре щелкали электрические часы. Что сейчас? Глубокая ночь, близится утро, вечер. Франтишек не мог ничего разобрать. Голова у него закружилась. В этот момент в дверях появилось высокое юное существо. На голове средневековый чипец, в руках поднос, полный каких-то блестящих предметов. Франтишек не мог глаз от него оторвать. это вы. Франтишек, почему ты говоришь мне вы? Это я, Алина. Я пришла сделать тебе укол. Главное, что вы здесь. Теперь у меня опять все будет хорошо. . Аленька, Аленька, ну, отдохнёшь, по крайней мере. Ну, невозможно было больше. Я уж и смотреть на всё это не могла. Сама ты выглядела как смерть. Ну, ты сделала всё, что могла, Аленька. Тебе не в чем себя упрекнуть. Эти три месяца были подарком, Алина. Вы говорите, три месяца. А для меня они целая жизнь. В дежурной комнате вспыхнула сигнальная лампочка, и на её зов Алина вышла за дверь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok